Слава Иисусу! Потому что Бога есть Слово для нас, и мы это Слово должны верую брать, чтобы это Слово действовало в нас. Я верю, что мы сегодня получим ответы на многие вопросы. Я верю, что во время Слова Дух Святой будет разрушать некоторые вещи в нас. И мы больше будем влюбляться в Слово Божье. Аминь! Слава Иисусу! И то, что сегодня я хочу говорить, это касается нас, и мы это должны брать, и использовать свои жизни, чтобы видеть Славу Божью. Чтобы видеть, что Слово Божье, оно сильное, Слово Божье, оно действует, и он никогда не будет действовать в нашей жизни. И если мы люди Божьи, мы верим в Слово Божье, мы верим в Слово Божье, и это нас ведем до конца. Я взял несколько историй, которые известны нам. Мы несколько вещей сегодня посмотрели. И я верю, сегодня Дух Святой, на новый уровень поднимет веру по отношению к Его Слову. Аминь! Слава Иисусу! Поэтому готовься, и не забывай никогда, кто ты, что ты человек Божий, ты святой человек, ты призванный, избранный, Бог тебя призвал и избрал для своей славы, чтобы мы Его свет по всему миру распространяли. Чтобы куда бы мы ни шли, там все освещалось. Не смотри на тьму твоей жизни. Не смотри на это, не обращай внимания. Что какие-то есть темные места в твоей жизни. Ты свет. Свет Божий, он в тебе. Ты призванный освещать все. Бог эту силу вложил в меня и в тебе. Аминь! Верь в это. Верь в эти слова. Не смотри ни на что. Мы сейчас посмотрим. И Дух Святой будет действовать в нас. И в конце будем молиться. И мы печать поставим этой молитой. Очень интересная история есть в пророчестве языки. 37-я глава. И название пробоведи скажу. Харцов. Харцов. Харц. Вопрос. Капохви арцог. Памеч. Капохви арцог. И изменится ли. Что, что есть в моей жизни. Капохви арцог. И изменится ли. Или все так же останется? Или мы так же будем служить Богу и все так останется, и мы пойдем на небеса? Вопрос. Изменится ли? Запомнили. И мы посмотрим, что все изменится. Халлелуйя. 37-я глава пророчества Иезекииля. Первый стих прочитаю. Был на мне рука Господня, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поле, и оно было полно костей. И обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. Очень интересная история. Харц. Вопрос. Терястываться. Господь. Ничего ямарь ханец, и рет дашь. Почему ты вывел в поле? Ничего ямарь цуйствовец, и рет аминь, и ничьей инс. Почему ты все это показал мне? Наши жизни есть вещи, которые мы знаем. Будь то это болезнь. Будь то что-то связанное с семьей. Что-то с проблемами связанное с детьми. Ашхатанки есть проблемы с работой. Финансовые проблемы. И мы знаем. И мы стараемся в какой-то степени остерегаться этого. Мы стараемся не обращать внимания на это. Но есть также некоторые вещи, которых мы не знаем. И вдруг, слышим какую-то новость. Что-то новое появляется в нашей жизни. Что-то новое приходит в жизнь наших детей. Какая-то болезнь появляется. Какая-то проблема появляется. И мы не знали об этом. Но вдруг мы узнаем. Вопрос. Почему ты Господь позволил, чтобы я обо всем этом узнал? Если Бог не позволяет, то ты не узнаешь никогда. Почему Бог? Как ты думаешь? Что-то позволяет. Что-то позволяет. Что-то позволяет. Что-то узнавали связан с детьми, с работой, с семьей. Цель одна. Он не хочет, чтобы это оставалось в нашей жизни. Он хочет просто это вырвать и выбросить вон. А мы как люди, мы входим в замешательство. Господи. Это как я делаю. Цель раю, я делаю это. Почему именно я? Бывают такие моменты, да, в нашей жизни? Вопрос в том, что Бог хочет, чтобы это было явно. Потому что он не хочет, чтобы мы закрывали глаза на проблемы. Потому что закрывая глаза, никакие вопросы не решаются. Когда они открыты, тогда легко решать их. Поэтому Бог позволяет, чтобы те вопросы, которые есть в нашей жизни, чтобы они стали явными, с одной целью, чтобы он это вырвался, тебя освободил, и исцелил тебя, благословил, поднял тебя. Наш Бог, он именно такой. Он не позволяет что-то в нашей жизни, чтобы мы ослабели, стали немыщными. Смотрите, говорит, что рука Божья была на мне. Господь вывел меня в поле. В поле это наша жизнь. И показал весьма много костей. Знаете, в чем вопрос? Что они были весьма сухие. Их очень много было. Что есть в твоей жизни, которая является очень сухим и отвердил уже? Подумай об этом. Исследуй свою жизнь. Неважно. Это только сейчас или годы назад это происходило. И вот он не потерял свои силы в нашей жизни. И обвел он меня. Существу это. И задал вопрос. Мальчик. Мальчик. Сын человеческий. Митэ кэкэн тянананан айз боскорнеря. А живут ли костей си? Харц. Вопрос. Митэ кэпохвей, мэри кьянкум, Энн бнагавару, энн проблемнерэрэ, энн джвайручунырэ, энн ривандучунырэ, Изменится в нашей жизни те проблемы, болезни, которые есть. Изменится ли? В глазах пророка такое видение было, образ. Бог спрашивал что-то невероятное. И он спрашивает, а живут ли эти кости? И он сказал, я не знаю, Господи. Такой сложный вопрос, я не знаю, что ответить. Он говорит, но если ты не знаешь, сделай так, как я тебе говорю. Хорошо, что ты не знаешь, потому что я знаю. Теперь смотри. Мы сегодня много хороших мест еще прочитаем. Не позволяй, чтобы враг тебе мешал, потому что сегодня новый день в нашей жизни. Он сказал, Господи, я не знаю, ты знаешь. И 4 стих. И сказал он мне. Моркария ци, айз, зоскорнер, и вася, неранц. Ов, чуракац зоскорнер, рэсэцэк тироч хозкэ. Из рейки пророчества на Костисии, скажи им. Костисухи, слушайте слово Господне. Я чуть позже расскажу кое-что. Но ты не терапись, меня закидывайся к камнями. Мир кианкум, рарцэр кан. Наши жизни есть вопрос. Мир кианкум, джеварусью неркан. Есть проблеми. Ривандусью неркан. Балезни. И Господь говорит. Господь, почему это так? Он говорит, говори. С кем говорит? Чуракац зоскорнер, иди кианкум. Это что-то невероятное, Бог говорит. Можна подумать, я что безумно говорить сухими костями. Но Бог учит. Если в твоей жизни есть что-то сухое. Не входи в замешательство. Не пугайся. Это для того, Бог учит. Что его слово. Ты использовал в своей жизни. Потому что слово. Это силы в нашей жизни. Говорит, скажи этим костям. Служите слово Господь. Так говорит Господь Бог с ним костям. Ты представляешь? Просто подумай. Сухие кости. Сухие человеческие кости. Они мертвы, там уже нет ни мяса, только кости. И Господь, скажи, скажи с ним костям. И у Пророка не было другого выбора. И смотрите. Пятый стих. Так говорит Господь Бог костям с ним. Вот я веду дух вас. Я веду дух вас. И вы живете. И облажу вас жилами. И вырыщу на вас плоть. И покрыл вас кожу. И в виду вас. И в виду вас. Шунч пьет и днем. Рокки пьет и днем. Дух в виду. И вы живете. И вы пьете иметь, что я Господь. Смотрите, что говорит Бог. Он учит. Он говорит, что твоя жизнь не есть обстоятельства. Сухие обстоятельства. Мертвые обстоятельства. Годы идут, а ситуация не меняется. Начни говорить с этим. Начни говорить. Провозгласи слово. Бог учит. Я вложу дух в вас. Ты живешь. Ты не должен быть мертвым. Я знаю, что мой Бог живой. И в моей жизни все поменяется. Я исцелюсь. Я буду свободен. Мой ребенок исцелится. Моя семья исцелится. Мы будем в церкви. Божье обитование исполнится в моей семье. И это методы провозглашения, которые Бог учит нас. И это истинно Божье. Которую я хочу, чтобы мы взяли в свою жизнь и использовали. Может быть, ты не веришь в это. Пророк тоже не верил. Он, не имея веры, с сомнениями, он сказал, раз Бог говорит, то я скажу. Но все равно не верится мне. Не бойся, что тебе не верится. Просто пробуй. Возьми Слово Божье и начни провозглашать. Просто начни. Даже если ты не веришь. Даже с сомнениями. Даже если ты не до конца еще веришь. Но ты увидишь некоторые вещи. Седьмой стих. И я изрек пророчество, как повелено было мне. И когда я пророчествовал, произошел шум. И вот движение. И стали сближаться кости с костью. И увидел я. И вот жилы были на них. И плоть выросла. И кожа покрыла их сверху. А Духа не было в них. Смотрите. Провозгласили Слово. Даже сомневаясь. Вот как я начал провозглашать. Началось движение. Может быть, ты не видишь. Что есть какое-то движение в твоей жизни. Но ведь. И когда ты провозглашаешь Слово Божье. Бог начинает двигаться. И он начинает двигаться. Он начинает делать свое дело. Мы должны стоять до конца и верить в это. И говорит. Когда я провозгласил. Началось движение. И когда я провозгласил. Пришли и начали сближаться. Масыр и екав. Жигейр и екав. Моркины. Жилы. Мясо и кожа. Но что-то было еще не совершенным. И знаешь, в нашей жизни может быть. Мы скажем. Тестаем шарж. Увидим какое-то движение. И увидим, что что-то остановилось. Ты никогда не остановился. До конца говорит. До конца говорит. Потому что Бог этому учит нас. Он говорит. Все произошло. Но духа не было. И Бог сказал. И Бог сказал. Девятый стих. И. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И мы должны верить в это Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аминь! Аминь! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Не смотри на то, что уже годы не меняется в твоей жизни. Мы сегодня провозгласим Слово. Мы сегодня будем говорить с этим. Мы будем говорить к проблемам. Мы будем говорить к болезням. И мы сегодня освободимся, и аковы будут разрушить. Мы будем говорить об этом. И мы скажем, что я исцелён. Моя семья исцелена, я благословен. Моя работа благословлена, мои финансы благословлены. Са мной ничего не будет. Я буду жить и не умру, чтобы рассказать Славу Божью. Аминь. Слава Господу. Слава Иисусу. Наши жизни есть вещи. Мертвые вещи. И еще одно место. И это место покажет. Маркос 5 глава. Маркос 5 глава. Маркос 5 глава. Очень интересное место. 21 стиха. Когда Иисус опять вернулся в лодке на другую берегу, он был в море. И вот приходит один из начальников синагоги, по имени Иаир. И увидев его, падает к ногам его. И усильно просил его, говоря, Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива. И написано, что Иисус пошел, чтобы возложить руку и исцелить. И мы знаем историю, что приходит навстречу женщина одна, исцеляется, рассказывает свою историю столько, пока эта девочка, она умирает. И приходит из дома тысячи начальника, и говорят, И говорят, Когда он еще говорил, все приходят от начальника синагоги, говорят, Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя? И могут приходить мысли. Больше не молись. Уже годы молишься. Ничего не меняется. Это уже настолько отвердело. Настолько укоренилось этой ситуации. Уже не трать времени. Думай о других вещах. Молись о других вещах. Будут приходить мысли, чтобы ты не использовал Слово Божье. Смотрите. 36 стих. Но Иисус, услышав все слова, то, что говорит начальнику синагоги, Не бойся, только веруй. Смотрите, что говорит Иисус. Пришли, сказали, Дочь твоя умерла. Иисус сказал, Не бойся. И Бог говорит нам то же самое. Не бойся. Иисус. Иисус сказал, что он увидел в доме. Что он увидел? Что он увидел? Он увидел девичку. Махачал. Умершу. Иисус. Иисус сказал, что он сказал. Но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы, бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. Смотрите. Смотрите. Бог говорит. Почему ты в изумлении? Почему ты в замешательстве? Она не умерла. Вы представляете, стоит перед мертвой девочкой. Иисус говорит, что она не умерла. Она спит. Иисус. Для Иисуса. Никакие обстоятельства не мертвы. Иисус. И для нас тоже должно быть так. Потому что мертвы это то, что никогда не восстановится. Иисус говорит. А спящий, это временно. Он исцелит, он встанет. Иисус говорит. Твое обстоятельство, оно не мертвы. Твое обстоятельство, оно спит. И то обстоятельство, которое есть в твоей жизни, оно изменится. Не останется так же. Твои болезни, они и оковы будут разрушены. Твоя семья благословится. Все изменится в твоей жизни. Потому что то обстоятельство, которое в твоей жизни, оно спит. Это временно. Сейчас оно есть. Но после не будет. Аминь. И в это нам нужно верить. Потому что для Иисуса нет ничего мертвы. Потому что он есть воскресение и жизнь. Аминь. Аминь. Парк Иисусы. Славы Иисусу. И другую историю скажу. Иисусу. Историю Лазаря. А потом пришла новость, что Лазарь болен. Он уже при смерти. Что Иисус сказал? Иисус сразу не пошел. Он говорит, два дня еще Иисус остался. Пока он умер. И только потом пошел. Смотрите. Слово Божье. Он просто не близко к уму нашему. Бог таки вещи делает. Господи, если ты любишь, почему не пошел? Два дня он еще остался. Пока он умер. Есть вещи в нашей жизни. Мы кричим. И это умерет в нашей жизни. И нам кажется, что Бог не знает об этом. Бог все знает от тебя и обо мне. Он испытывает глубины сердца наших. Он все знает о нас. Ничего не скрыто перед ним. Аминь. И написано, что он пошел. И дошел до сестер. И сестра сказал. Если бы ты был бы здесь, он бы не умер. Иисуси хамар. Для Иисуса. Никаких обстоятельств не мертвы. И он пошел на кладбище. Как гробу и сказал, где он. И Марфа сказала. Господи. Он уже четыре дня как мертв. И уже смертит. Иисус сказал. Я тебе не сказал, если ты уверуешь, что ты увидишь славу Божью. И сегодня не цель слова, чтобы я вас воодушевил. Что бы мы знали одно. Что его слово. Это действительная сила в нашей жизни. Он не потерял свои силы в нашей жизни. Потому что мы сами в какой-то момент просто ослабели вере по отношению к его слову. Но сегодня, когда Бог должен восстанавливать свою веру нашу по отношению к его слову. И много изменится в нашей жизни. И когда мы будем в этом постоянным. Многие изменятся в нашей жизни. И Бог сказал, где он. Асоцией, где он. И что он сказал. Асоцией, Лазарь. Лазарь был мертв. Он обратился к нему. Как будто пророк Кастя. Газаросы. Он обратился к мертвому Лазарю. Он говорит, что ты уйдешь. Неважно, мертвый или не мертвый. Божий голос, он доходит до мертвого. Слово Божий достигает каждого. До каждого места достигает. Настолько сильно слово Божий. Что мертвый воскрешает. Что смерть, она не может там удержаться. Смерть, она не может удержаться там, где Слово Божие есть. Слово, которое исходит из твоего сердца. Разрушает все. И смерть, она теряет свои силы в Божьем присутствии. И приходит жизнь на это место. Аллилуйя. Парк Иисусу. Слава Иисусу. Верь в это. Верь в это. Не позволяй, чтобы враг что-то сел в твой ум. Не позволяй, чтобы он напоминал твою жизнь. Чтобы прошлое напоминал. Помни, Слово Божье. Что он огонь. И он молот. И он разрушается. Он разрушается. Нам просто нужно взять. И начинать бить. Начинать бить. Начинать бить. Столько бить. Пока все разрушится. Но я скажу тебе кое-что. Что сто процентов будет разрушено. Потому что перед этой силой ничто не может остановиться. Никакая сила не может стоять перед Божьим Словом. Аллилуйя. Аминь. Парк Иисусу. Парк Ирочи. Слава Господу. Смотрите. И пришел тот момент. Момент, когда нужно закидывать камнями. Но не закидывайте камнями. Это хир мибан. Очень интересная вещь. Есть время. Когда мы. Молились долго за обстоятельства в нашей жизни. Настолько долго молились. Когда эта молитва уже становится молитвой неверующего. Эта молитва она просто уже затвердевает. Мы уже начинаем несовершенным образом молиться. Без веры молиться. Потому что так долго уже длится эти обстоятельства. Но Бог сегодня учит. Своим словом. Чтобы мы провозглашали слово. Что у нас есть эта власть провозглашать слово. Хочу сказать кое-что. Есть вещи. За которые тебе нужно перестать молиться. Есть вещи, в которых нужно просто провозглашать слово. Та молитва, которую уже она затвердела. Это уже как молитва неверующего. Даже если ты говоришь во имя Иисуса. Болезнь уходи. Болезнь уходи. Неудача уходи. Я тебе не верю. Но внутри это уже отвердела. Акаменела. И уже без веры ты молишься. Есть вещи, где ты должен остановиться. Не молиться за это. А просто взять слово у Бога. И направить это слово на это обстоятельство. И это обстоятельство, оно разрушится и уйдет от тебя. Аминь. Может быть я что-то такое сказал нестандартное, чтобы ты перестал молиться. Чтобы ты в принципе перестал молиться. Есть обстоятельства. Где нужно остановить молитву и провозглашать слово. Чтобы ты знал, кто ты. Что ты человек Божий. Дух Божий в тебе. Тот Дух, который в тебе, он сильнее того, кто в миру. Ты должен знать, кто ты. Ты должен знать, что есть в тебе. Какая у тебя власть. Какая у тебя сила есть. Какое у тебя есть слово. И когда ты провозгласишь это слово. Оно все разрушит. Но мы сейчас еще. Извиняюсь. Но мы еще ноем. Господи. Но исцели, пожалуйста. Прошу тебя, благослови. Прошу тебя. Прошу тебя. Хочу сказать тебе. Молитва. Это для общения с Богом. Для того, чтобы время с Богом проводить. Да, есть молитвы, когда мы молимся, чтобы какие-то вопросы решались. Но молитва. Это общение с Богом. Это время проводить с Ним. Наслаждаться Его присутствием. Но если ты хочешь, чтобы менялись обстоятельства, начни провозглашать Слово. Начни провозглашать Слово. 27 глава. 22 глава. Это история, когда народ Израильский пришел в пустыню. и они жаждули, и у них не было воды пить, и начали раптать перед Моисеем и Аароном. И седьмой стих, и сказал Господь Моисею, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду, и так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество и скот его. Смотрите, скала, я два прообраза скажу. Скала, это прообраз Иисуса. И давайте еще посмотрим с этой точки зрения. Наши жизни наши жизни есть вещи, которые уже стали скалой, мертвые, затвердевшие обстоятельства, полностью, полностью отвердил уже. И знаешь, что Бог говорит? Скажи скале, скажи скале, он имеет в себе воду, и он даст себе эту воду, и ты будешь пить, и народ будет пить, и скотор будет пить. Скажу кое-что. Иначе, как бы не было, иначе бы не было оно твердым, в этих обстоятельствах есть ответ. И когда ты стоишь перед скалой, и есть одно обстоятельство, просто видишь что-то отвердевшее, и приходит сомнение, и не верит. И ты можешь оставить и уйти. Но Бог говорит, говори к скале твоей жизни, потому что в этой скале есть ответ для твоей жизни. Он говорит, говори к скале, и он даст себе воду, в скалах твоей жизни есть ответы для твоей молитвы. И мы должны говорить, мы должны говорить в мертвых обстоятельствах. Мы должны говорить к скале, потому что в этом есть ответ для нас. то, что нужно в нашей жизни, оно в них. Мы можем посмотреть на скалу и разочаровать. Мы можем посмотреть на эти обстоятельства и разочаровать. И говорит, ну а че мы еще молиться? Он уже не изменится. Все равно не меняет. Никогда они не приглашают такие вещи. Как и для Иисуса все спит. Так что ты меняет тебя, это обстоятельства должно быть спешными. Аминь. Что бы ты не видел в твоей жизни? Какие обстоятельства не были? Никогда не говори мертвых обстоятельствах. Которзерес мертвеца. Работа она мертвая. Нет денег. Что это за обстоятельства у меня? Что это за судьба у меня? Никогда. Мы дети Божьи. Мы люди Божьи. И действия сила Божьи она обитает в нас. И мы должны говорить к этим обстоятельствам. И говоришь, что у тебя есть вода для нас. И ответ на Малитву дай ответ на Малитву. Дай маю исцеление. Дай маю освобождение. Жарь и мешка джури муку хамат. Аминь. Резви хаватков. Наболгий с веру. Возьми веру. Возьми веру. Дирожь хоск горцов уж Америки анки меж. Божьи слову, это действия сила для меня. Когда стояли у берега Красного моря. И сзади приходила войска Фараона. И Моисей начал молиться. Знаете, Бог, что сказал? Что ты спрашиваешь у меня? Что ты в замешательстве? Направь жезл. В твоей жизни я вложил силу. Используй эту силу. Хватит уже ныть. Хватит плакать. Хватит петь о своей судьбе. У тебя очень хорошая судьба. Потому что у тебя есть спасение. Ты имеешь Иисуса. У тебя такая судьба, что у нюхова нету. Мы, наоборот, очень удачные люди. Аминь. Мы очень удачные люди, счастливые. Ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь. Ты не знаешь. Ты благословен или нет? Ты благословен, потому что ты имеешь Иисуса в твоей жизни. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Мы с Марком однажды приходили в церковь. Он говорит, Пап. Ты знаешь Путин, какой богатый? Я слушал, сколько у него там богатство? Я сказал, Марк. Ты знаешь, что ты богачий Путин. Ты знаешь, что ты богачий Путин. Ты богачий Путин. А как это папа с ним? Я говорю, потому что ты имеешь Иисуса в твоем сердце. Иисус не имеет Иисус. А у Путин нет Иисуса. И богатство не в том, что у меня есть деньги или нет. И богатство в том, что я имею Иисуса или нет. И если я имею Иисуса, я самый счастливый в мире. Аллилуйя. Ты не знаешь, что ты богачий Путин. Папа с Иисусом. Слава Иисусу. Аллилуйя. Ты богачий Путин. Посмотри на твою жизнь. Посмотри на твою жизнь. То, что было издавна и до сих пор. То, что есть в твоей жизни. Что происходило в твоей жизни. И что ты хочешь, чтобы Бог сделал в твою жизнь. Каких обстоятельствах ты хотел бы, чтобы Бог спаснулся? Мы сегодня будем говорить туда. Мы сегодня скажем, болезнь, Тебя нету. Мы исцелены в аиме Иисуса. И это только в этом истинном. Мы скажем сегодня в всякой скале, дай нам воду. Тебе есть вода и она для меня. Дай мне ее. Тебе есть ответ, дай мне ее. Сегодня за что у тебя есть нужда? Какие есть отвердевшие обстоятельства в моей жизни? Какие есть обстоятельства в твоей жизни? Не смотри, что это уже годы идут. Дух Божий в одну секунду может это разрушить. То обстоятельство, которое годы затвердело, Бог может за секунду это разрушить. Просто нам нужно отдаться Богу. Отдаться Богу. Ничего человеческого пусть не действует в нас во имя Иисуса. Обида пусть не действует в нас во имя Иисуса. Обида пусть не возвышается над Словом Божьим. Ты можешь сказать, я не хочу, чтобы это обстоятельство менялось. Но вопрос в том, Бог хочет этого. И то, что ты не желаешь этого мало жизни. Позволь, чтобы Бог сегодня решил в твоей жизни. Позволь, чтобы Дух Святой решил, что тебе нужно, а что нет. Хватит нам, чтобы мы свои решения говорили Духу Святому. Дух Святой, я хочу так или так? Я не хочу так или так. Давай сегодня. Водкаきた, наверное, хад乎-туда. Стань на ноги, прошу. Субтитры сделал DimaTorzok